Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим. Что такое первая помощь? Кто ее может оказывать и при каких случаях? В нашей студии Дмитрий Васюхин, заместитель начальника отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и давайте начнем вот, собственно говоря, с основ. 1 сентября вступает в силу новый порядок оказания первой помощи пострадавшим. А что такое, собственно говоря, сама первая помощь? Вот давайте с этого начнем. Ну, первая помощь это то, что, по сути, мы с вами, то есть люди, не имеющие специального медицинского образования, не являющиеся представителем специализированных служб, специально подготовленных для оказания как раз полноценной помощи медицинской, то, что мы можем с вами оказывать и делать для того, чтобы помочь человеку, попавшему в беду. Ну, в результате несчастного случая, допустим, на производстве или вдруг на улице столкнулись с тем, что человеку стало плохо. То, что, собственно говоря, нам с вами разрешено, людям, не обладающим специальными навыками, знаниями и не имеющимися под рукой каких-то препаратов или специализированного медицинского оборудования. Ну, здесь еще вот такой важнейший вопрос возникает. Вот при каких состояниях оказывается первая помощь? Вот есть ли перечень вот этих, ну, ситуаций, при которых человек может и должен оказывать первую помощь? Потому что, ну, понятно, наверное, там, если ДТП произошло, но, с другой стороны, человек неподготовленный может сделать только хуже. Вот какие состояния? Вот здесь очень тонкий момент в плане того, что вы сказали «может» и «должен». Потому что не все люди у нас обязаны оказывать именно первую помощь. Большинству граждан достаточно просто вызвать бригаду скорой помощи, и поскольку они не обладают специальными навыками, ну, а в первой помощи у нас с вами, как и в медицине действует очень важный принцип «не навреди». То есть, соответственно, они могут не приступать к каким-то реанимационным мероприятиям. А если же они обладают и уверены в себе, то тогда они могут оказывать эту самую первую помощь. Ну, а представители определенных профессий, ну, это медики, допустим, это полицейские, пожарные, таможенники, военные в том числе, ну, и список довольно обширный, они не только могут вызвать бригаду скорой помощи, но и обязаны участвовать и предпринимать различные мероприятия, участвовать и организовать мероприятия по оказанию первой помощи. Перечень этих мероприятий, равно как и перечень самих состояний, при которых мы можем оказывать первую помощь, у нас как раз и перечисляется в новом, по приказе Минтруда, это приказ 220Н, в нем у нас они перечисляются. Он у нас появился не на пустом месте, в настоящий момент у нас действует старый приказ, 477 приказ того же Минздрава, который в настоящий момент до 1 сентября у нас регументирует, что, соответственно, мы можем в рамках оказания первой помощи какие мероприятия проводить. Но, по сути, это любые телесные травмы, независимо от того, чем они вызваны. Это и ожоги, и какие-то переломы, вывихи в том числе. Мы с вами можем оказывать первую помощь. Это и отравление, это и асфиксия, когда человек задыхается, это и остановка сердечной деятельности. Ну, на самом деле, перечень там довольно обширный. То есть, в принципе, как это понять? Мы идем сами по улице, смотрим человеку резко неожиданно, ну или в результате ничего одного случая стало плохо, мы подошли, ну и, соответственно, мы можем предпринимать мероприятие для того, чтобы он остался жив. То есть, для того, чтобы поддерживать его в жизнеспособном состоянии. Всегда, когда мы говорим об осмотре, об оказании первой помощи, я всегда напоминаю отрывок из фильма «Формулы любви», когда, собственно говоря, броневой, как врач, рассказывает о том, что у его пациента легкие дышат, а сердце стучит. И именно этим нам сами следует руководствоваться при оказании первой помощи. Мы должны понимать, что мы не медики, вылечить мы человека, пострадавшего, вряд ли сможем, ну, а додержать его в состоянии, чтобы у него легкие дышали, а сердце стучало, в принципе, любому человеку, знакомому с основой оказания первой помощи, в подавляющем большинстве, к сожалению, не во всех случаях, но в подавляющем большинстве это доступно. Вот здесь, знаете, если говорить в практической плоскости, вот смотрите, какая ситуация. Вот, допустим, в моей жизни был такой случай, когда мы шли по улице, было очень жарко, и мы там, ну, с моим другом увидели человека, который сидел на остановке, и ему явно от жары стало плохо. У нас с собой была холодная вода, мы ему отдали эту воду, мы ему дали попить, мы ему помогли облить голову, и дальше мы вызвали скорую помощь. Больше мы ничего сделать не можем, мы не профессионалы, мы, ну, дилетанты, в буквальном смысле этого слова. И, наверное, вот я так думаю, что мы тогда поступили правильно, мы даже тогда дождались скорую помощь. То есть сидели просто, ну, она приехала достаточно быстро. Если была бы другая ситуация, я бы даже не решился, и, наверное, я правильно понимаю, что это было бы правильно, вот с моей точки зрения, там лежит поломанный, не дай бог, человек после ДТП. Ну, я могу сделать только хуже, и мне, наверное, вот только вызвать скорую, и, наверное, все. Потому что мои какие-то вот манипуляции могут ему навредить. Я правильно понимаю? А все, опять-таки, зависит от каждой конкретной ситуации. В описанной вами ситуации действия абсолютно верные. То есть самое главное, самое важное, что вы сделали, это вызвали гаду скорой помощи и остались пострадавшим до приезда этих самых медиков. То есть вы контролировали его состояние, чтобы он не потерял сознание. Ну, чтобы не упал, да. Совершенно верно, чтобы не упал, не нанес себе дополнительных травм. Вы не медик, соответственно, определить, что с ним произошло, вы в настоящий момент не можете. Никакие лекарственные препараты вы тоже человеку дать не можете, поскольку не являетесь медиком. Поэтому ваши действия с точки зрения оказания первой помощи абсолютно верные. Тот пример, когда вы приводите, допустим, пострадавший человек в ДТП, тоже опять нужно смотреть на состояние его. Мы все с вами прекрасно понимаем, что скорая помощь, к сожалению, единомоментно приехать не сможет. Ну, конечно. Если человек начинает задыхаться или у него очень серьезные потери крови, ну, допустим, артериальное кровотечение, тут нужна помощь здесь и сейчас. И если мы с вами приступим к мероприятиям показания первой помощи, остановим ему кровотечение, остановим ему сердечную легочную деятельность, это будет замечательно, потому что шансов на выживание в данном случае у человека будет значительно больше. Очень многие у нас боятся ответственности за оказание и за неоказание этой самой пресловутой первой помощи. Вот когда я, как инструктор по оказанию первой помощи, провожу занятия с людьми, объясняю, как себя вести при оказании первой помощи, всегда напоминаю про то, что у нас в Уголовном кодексе есть статья «Оставление в опасности». Мы с вами идем, смотрим, лежит человек, ему нужна помощь, мы перешагиваем, идем дальше. Это статья? Что это? Как не оставление в опасности. Аналогичная ситуация, когда вы стали виновником ДТП и не предпринимаете никаких действий. Вызвали ГИБДД, а скорую помощь забыли вызвать. Если же мы с вами вызываем бригаду скорую помощь, это уже важный шаг для того, чтобы нам с вами помочь человеку. Но вместе с тем, помимо статьи, которая говорит об оставлении в опасности, у нас есть с вами те статьи, которые нас с вами спасают. Если мы в процессе оказания первой помощи, не дай бог, нанесем какие-то дополнительные несерьезные травмы. Ну, в частности, когда мы проводим занятия по сердечно-легочной реанимации, и когда меня спрашивают, а можно ли сломать ребро при сердечно-легочной реанимации, непрямом массаже сердца, действительно, это сделать можно. Но, опять-таки, что будет важнее, спасти человека, выставить ему сердечно-легочную деятельность или же сломанное ребро? Ну, наверное, здесь приоритет очевиден. Поэтому у нас и в уголовном кодексе, и в кодексе административных правонарушений есть соответствующие статьи, которые называются «Крайняя необходимость». Если мы, соответственно, пытались с вами спасти человека, но у него на теле появились синяки, потому что, когда мы будем делать сердечно-легочную реанимацию, синяки появятся, скорее всего. Гематомки может проявиться, даже сломанное ребро может случиться, если, опять-таки, мы в процессе волнения вдруг как-то немного неправильно будем делать то или иное реанимационное мероприятие. Это, в принципе, вполне себе допустимо, и я уверен, что судебные органы поймут нас, что мы пытались действительно спасти человека. Поэтому данные статьи, которые нас спасают от ответственности за эти самые действия, они законодателям были бы предусмотрены в обязательном порядке. Ну, то есть, вот если, опять же, в практической плоскости, вот вы квалифицированный, подготовленный человек, вы в любом случае обязаны оказывать вот эту самую помощь человеку, ну, который оказался вот в такой ситуации. Допустим, если человек неквалифицированный, то здесь, если я правильно понимаю, только, ну, в какой-то вот ситуации острой необходимости. Ну, например, если там какое-то страшное кровотечение, допустим, я не профессионал, но теоретически я понимаю, как это сделать. То есть, я там возьму, я не знаю, ремень, там, платок и постараюсь перетянуть вот место, где необходимо, чтобы остановить кровотечение. То есть, я правильно понимаю, что вот так это на самом деле выглядит вот в реальной жизни. То есть, вы в любом случае, потому что вас учили и у вас есть документы. Люди, имеющие соответствующие по подготовку, обязаны оказывать первую помощь в обязательном порядке. Ну, а все остальные граждане, ну, соответственно, они могут оказывать первую помощь, и именно на этом делается акцент. То есть, обязательства именно участвовать в каких-то мероприятиях? Нет. Пока нет. Вот. Хотя, я, честно говоря, ратую за то, чтобы процесс обучения по оказанию первой помощи, это стал постоянным. Больше того, у нас в действующем порядке обучения по охране труда есть специальное обучение по оказанию первой помощи. И, кроме того, даже в базовый курс обучения по охране труда, который на минуточку должны проходить все работники, тоже вопросы охраны труда входят. Хотелось бы большего объема и больший акцент именно на практические занятия, но надеюсь, что со временем и это у нас появится. Ну, кстати, хорошая идея, вот мне сейчас в голову пришла, в школе есть уроки ОБЖ, и, простите, надо просто тотально обучать всех элементарным вещам. Там, там, ватно-марливую, там, повязку, там, жгут как наложить, как сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Ну, вот такие базовые вещи, там. Совершенно верно. У нас в некоторых азиатских странах есть даже специальные курсы с детского сада, начиная. С детского сада? С детского сада. Детишкам уже начинают в доступной им манере объяснять, что можно сделать. Вот вашей бабушке стало плохо? Позвоните, пожалуйста, туда. Вашему дедушке стало плохо? Вот можете сделать, ему поднести стакан воды или еще что-то. Да, эти детки пока еще ручками физически мало что могут сделать, но, опять-таки, мы понимаем, что в этом возрасте как раз и закладываются основы знаний и мироощущений. Мироощущения, да. Да, поэтому, может быть, нам тоже стоит рассмотреть и этот вопрос. Плохого, во всяком случае, я в этом ничего не вижу. А уж то, что вы говорите, в школьный курс ввести, ну, это, наверное, было бы очень благое мероприятие. И надеюсь, что в новом курсе у нас сейчас примет ОБЖ реформируется, туда вносится. Да, я думаю, что все-таки, наверное, и эти вопросы тоже должны туда войти. Вот если говорить о взаимоотношениях работника и работодателя, вот что должен сделать работодатель в связи со вступлением в силу нового порядка оказания первой помощи? В первую очередь работодатью нужно проанализировать, то есть прочитать новый порядок, 220-й приказ. То есть, исходя из этого, откорректировать действующую у него программу обучения. Потому что, действительно, новый порядок, он немного отличается. Не скажу, что принципиально и кардинально, потому что, ну, в вопрос оказания первой помощи у нас ничего такого революционного не произошло. Система функционирования человеческой жизнедеятельности, она у нас существенно не изменилась. Но что у нас претерпели какие изменения в новом порядке и на что работодателям стоит обратить внимание? Это то, что теперь в новом порядке оказания первой помощи описывается принцип медицинской сортировки. То есть, чтобы акцент наших людей, которые будут оказывать первую помощь, акцентировать при массовом, допустим, у вас несколько пострадавших, чтобы вы оценивали, не кидались к первому человеку пострадавшему, а оценивали их состояние. То есть, у кого сложнее травма, кому в настоящий момент нужна помощь. В принципе, это производилось и раньше, но в настоящий момент в новом порядке оказания первой помощи этому дан акцент. Дальше еще тоже прописано, что меня тоже радует, это то, что преимущество при этой самой сортировке у нас отдается детям, особенно маленьким детям. Дело в том, что у нас, ну, вот как посчитали опытные врачи, то есть у нас среднее время, за которое человек умирает при получении тяжелых травм, то есть время перехода от клинической и биологической смерти – это 6-7 минут, если ему вовремя не оказать первую помощь. Опять-таки, почему очень важно оказывать первую помощь? То, что наверняка все понимают, что за 6 минут скорая помощь не приедет. Если человек в тяжелом состоянии находится, кто ему будет помогать? Он за 6 минут может умереть, кто ему будет помогать? Ну, мы с вами люди, которые находятся рядом непосредственной близости. А детки маленькие, у них физиологические процессы происходят значительно быстрее, поэтому и умирают они тоже значительно быстрее. Поэтому именно акцент делается на том, что маленьким деткам нужно оказывать первую помощь в первую очередь, потому что они уходят, к сожалению, очень быстро. Также в новом порядке у нас немного изменилось, но строго прописано алгоритм оказания первой помощи. То есть, с чего мы начинаем? То есть, не просто мы начинаем бегать и кричать «спасите, помогите». Это неправильное ни в коей мере действие. У нас в новом порядке прописано, что сначала мы с вами в обязательном порядке должны оценить обстановку. То есть, на предмет того, какие угрожающие факторы вообще есть. Вот недавно смотрел на одном из видеохостингов ролик, когда произошло ДТП в одной из азиатских стран. И люди, которые неравнодушные люди, вытаскивают из искорежного автомобиля страдавшего и начинают прямо на месте на автостраде оказывать ему первую помощь. Проезжающая следом машина сбивает всю эту компанию. Поэтому, опять-таки, главная ошибка в чем? И опять-таки, первый пункт оказания первой помощи – оценить обстановку, есть ли угрожающие факторы. Второе – это мы осматриваем пострадавшего на предмет, что же с ним произошло и что угрожает его жизни и здоровью. Но это как одна из самых, что называется, базовых задач в оказании первой помощи. Вот перед нами лежит пострадавший, он не дышит, и подниму лужу крови. С чего мы начнем? Казалось бы, Лонька подсказывает, что нужно завести сердечко, чтобы он начал какие-то жизненные процессы у него возникли. Но если перед нами серьезные кровотечения, то когда мы заведем сердечко, кровь начнет сильнее циркулировать. И она уходит. Да, и начнет быстрее уходить. Поэтому нам бы хорошо понять, а почему же у нас лужа крови, и насколько обильное кровотечение. Совершенно верно. Поэтому мы осмотр пострадавшего – это очень важная процедура. Дальше мы переходим к определению признаков жизни. Он вообще живой, у нас мертвый человек. Стоит ли ему вообще оказывать первую помощь? Может, у нас человек, который уже, к сожалению, мертвый. И надо работать с другим, да. Совершенно верно. Терять время на оказание первой помощи тому, кому это уже бесполезно, ну, это не самое правильное решение. Следующее – это если мы видим, что у нас признаков жизни нет, мы, соответственно, проводим сердечную и легочную реанимацию. Опять-таки грамотно, опять-таки соблюдением всех норм, опять-таки соблюдением всех правил оказания сердечной и легочной реанимации. Иначе в отдельных случаях это может, наоборот, усугубить состояние человека. Но тем паче вот у нас был в свое время расследование несчастный случай, когда человеку, у которого сердечко билось, то есть у него жизненные признаки были, ему начали зачем-то делать непрямой массаж сердца, что серьезно усугубило его состояние. Дальше мы, если человек у нас находится в сознании, мы его опрашиваем на предмет того, что беспокоит его. Возможно, что-то мы не учли, каким-то внешним осмотром мы что-то не увидели, пострадавшим, какие-то травмы. А это может сыграть решающую роль. Дальше мы, соответственно, оказываем первую помощь в зависимости от того, какие симптомы у него есть, симптоматика, что он говорит, голова ли у него болит, не чувствует руку, ногу и прочее, уже в зависимости от этого. Дальше мы, если только в том случае, если этому пострадавшему, медицинским работникам, врачам были назначены какие-то препараты, то есть он уже принимает какие-то препараты, и ему, возможно, из-за неприема или еще какой-то причине стало плохо, мы должны помочь ему в приеме этих препаратов. Но опять-таки, во-первых, если это безопасно, то есть мы же не будем человеку без сознания находящегося пытаться засовывать какие-то препараты. Это может привести к очень тяжелым последствиям. Или же сами назначать, то есть нам от сердца помогает эта таблетка, это не значит, что она поможет и другому человеку от вроде бы похожих симптомов. Этой таблеткой мы можем его банально убить, поэтому ни в коем случае этого делать мы сами не будем. Дальше мы сопрепридаем ему оптимальное и безопасное положение тела. Что это значит? Очень часто при ухудшении самочувствия или при травме может возникнуть такой эффект, что человек потеряет сознание. Если он в этот момент будет лежать на спине, то есть может завалиться язык, может сопровождаться рвотными массами или выделение обильного слюны, и он может захлебнуться. Поэтому чаще всего пострадавший в таком случае переводит в устойчивое боковое положение. Или в сидячее положение, или еще какое-то положение, которое по состоянию его здоровья ему будет показано. Ну и еще, конечно, очень важно, и хоть она в порядке оказания первой помощи идет последним пунктом, но я, честно говоря, рекомендовал бы начинать с этого пункта. Это вызывать скорую помощь. Потому что, к сожалению, бывают такие ситуации, когда при оказании первой помощи люди забывают вызвать бригаду скорой помощи, думая, что справятся зачастую с собственными силами. А когда понимают, что собственных сил уже не хватает, время, за которое скорая помощь уже могла приехать, было уже упущено. Именно этот алгоритм нам рекомендовал Минздравом, то есть ведомством, которое напрямую ответственно занимается у нас, в том числе и организацией оказания первой помощи. И именно по этому регламенту мы рекомендуем как раз разрабатывать программы обучения, чтобы ваши сотрудники понимали о том, как им необходимо действовать. То есть этот алгоритм должен на подкорочку записаться у каждого работника, ну и, соответственно, в соответствии с этим алгоритмом они должны действовать у нас. Вот если у работодателя работник получил травму, что должен теперь делать работодатель? Ну, самый первый, самый важный, он должен организовать первую помощь. Причем под понятием организовать, это не только именно приемы оказания первой помощи, но в отдельных случаях доставку до медицинской организации, которые, опять-таки, заупотребляясь, которые ни в коем случае не надо. То есть хоть у нас в Трудовом кодексе написано, что мы должны доставлять медицинскую организацию, но если ваш пострадавший находится в критическом состоянии, то есть у него сердечко не бьется, или признаки жизни довольно неустойчивые, то тогда его транспортировать, ну, не самая хорошая будет идея. Или, допустим, человек падает с большой высоты, его вообще трогать будет, ну, не самая хорошая идея будет его только в самом крайнем случае. Поэтому обычно рекомендуют как? Либо же состояние пострадавшего не тяжелое, то есть мы понимаем, ну, сломал человек палец на руке, мы понимаем, что от того, что мы его на своей машине отвезем в травмпункт, ну, наверное, ему плохо не будет. Хуже не будет. Или же, если, допустим, мы понимаем, что скорая помощь не приедет. Такие ситуации бывают, когда, ну, в частности, какой-нибудь День здоровья, культурно-массовое мероприятие организует работодатель. Где-нибудь за городом далеко. Да, очень далеко за городом. Объяснить скорой помощи вы не можете, где вы находитесь. Ну, в таком случае тоже возможно, опять-таки, в зависимости от состояния пострадавшего, можно рассмотреть вопрос его транспортировки. Но, опять-таки, не во всех случаях. Иногда при транспортировке можно нанести ему такие серьезные травмы, увечья, что будет все очень плохо. Ну, и кроме того, конечно, в обязательном порядке работодатель должен понимать, что чем будут оперировать его работники при оказании первой помощи. Аптечки оказания первой помощи должны быть в обязательном порядке. При этом аптечки, состав аптечек у нас зависит от отраслевой принадлежности организации и чем она, в принципе, занимается. Ну, у нас есть состав аптечки. Кстати, с 1 сентября у нас и состав аптечки в том числе меняется. Вступает в силу у нас 262 приказ, который у нас, собственно говоря, корректирует состав аптечки по оказанию первой помощи. Это общий состав аптечки. Но если ваша организация, допустим, занимается какой-то химической промышленностью, относится к химической промышленности, или животновоз, или еще что-то, там будут отдельные факторы, которые требуют, чтобы в аптечке у вас были дополнительные средства по оказанию первой помощи. Ну и, кстати, в новом порядке обучения по первой помощи у нас теперь появилось еще напоминание о том, что существуют такие инструменты, как автоматические кардиостимуляторы, которые, в принципе, в местах большого скопления людей тоже могут находиться. Использование этих приборов пока еще у нас в стране не очень распространено, хотя в некоторых странах они даже в торговых центрах существуют. Теперь ими тоже, в принципе, можно пользоваться при оказании первой помощи, при соблюдении, соответственно, инструкции по эксплуатации. То есть его можно купить и иметь у себя на предприятии? Ну, с запрета. Запрета нет? И это как бы на самом деле... Да, работодатели опять могут рассмотреть, в том числе и от применения их. Просто я подумал, замечательно, на самом деле. Они дорого стоят? Ну, честно говоря, не приценивался пока еще. Ну, в принципе, для крупного предприятия, да и среднего предприятия. Но, конечно, это важнейший вопрос, потому что это может спасти жизнь просто кого-то. Совершенно верно. Я, в принципе, видел, как они работают. То есть действительно простые? И при полном соблюдении инструкции, больше того, перед тем, как пустить заряд, они снимают кардиограмму. То есть сами определяют, то есть есть ли необходимость использовать его. И если прибор понимает, что сердечное действие существует и нет необходимости, соответственно, заряд электрического тока пускать по телу человека, то там он не пустит его ни в коем случае. То есть есть защита от дурака, грубо говоря? Да. Вот во всяком случае, те приборы, которые я видел в эксплуатации, они по этому принципу и работают. Ну, что я могу сказать? Только как бы прогресс не стоит на месте, и, конечно, это надо использовать. Ну, и вот давайте в конце прям кратко еще раз об ответственности за оказание, вернее, за неоказание первой помощи. Вот если человек прошел мимо, вот чем грозит? Помимо моральных, скажем так, мук, которые, ну, по идее, каждый нормальный человек должен испытывать. Моральные муки – это, пожалуй, одно из самых основных, что должно быть при неоказании первой помощи. Как я уже говорил, у нас в Уголовном кодексе существует специальная статья, которая называется у нас «Оставление в опасной». И судебные органы, в зависимости уже от степени тяжести вот этого самого расступка, могут уже накладывать в том числе до, соответственно, лишения свободы. Поэтому ни в коем случае не рекомендуем проходить мимо людей, которые нуждаются в вашей помощи. Мы должны понимать, что ничего сверхъестественного с вас не требуется. Хотя бы вызвать бригаду скорой помощи может у нас абсолютно каждый человек. Если вы вызвали бригаду скорой помощи, дождались приезда бригады скорой помощи, передали с рук на руки пострадавшего этой самой бригаде, вы молодец, вы достойны всяческого поощрения, и никакого наказания вам ни в коей мере не будет. Опять, если вы не знаете, если вы не умеете, не уверены в том, что вы сможете грамотно оказать первую помощь, признак «не навреди» должен существовать. Если все ваши знания касаются просмотра каких-нибудь фильмов о врачах, то это не делает вас ни в коей мере человеком компетентным в вопросах, в том числе оказания первой помощи. Ну что ж, давайте вот на этом поставим многоточие. Спасибо за интересную, очень полезную беседу, и мы увидимся вновь в этой студии. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, заместитель начальника отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Берегите себя и помогайте тем людям, которые рядом с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова